Всем привет, друзья! С вами Skyward, и сегодня у нас на обзоре бачок CoilArt Mage от компании CoilArt. Погнали! И перед тем, как приступить непосредственно к самому бачку, хотелось бы сказать, что компания CoilArt занялась также производством испарителей. Эти испарители подходят просто целой кучей баков, начиная от саптанков и затканчивая баками, которые выходили уже не так давно. Работают эти испарители на куче проволоки, на куче билдов. И самое интересное, что некоторые из них работают на нотч-койлах. Это на самом деле очень интересно. На каких проволоках они работают, каким баком они подходят. Вы все это увидите или на стоп-кадре фотографии, я это прикреплю, или же все это будет в описании. Кратко пройдусь по комплектации. В каждой вот такой пачечке испарителей лежит фирменный вейпбенд компании CoilArt. И уже непосредственно сами испарители. Вот эти испарители у нас как раз на нотч-койлах. Вот так вот они выглядят. Также здесь в комплекте есть влажные салфеточки и визитка компании CoilArt. С каких-то их гивэвеем можете посмотреть. Но в принципе это нам не особо интересно, так как обзор все-таки будет на их бачок. Вот в такой маленькой коробочке у нас приходит сам бачок. Главное, что меня порадовало, это вот такой вот посох на этой коробке. Потому что бачок у нас называется CoilArt Mage. И компания CoilArt решила сделать такой забавный дизайн с таким посохом волшебника на коробке. На самом деле оформление достаточно приятное. Такая маленькая коробочка. Здесь в принципе есть вся необходимая информация, то есть комплектация, что у нас лежит непосредственно внутри коробки. Такие технические характеристики бачка. Отсюда вы можете увидеть, что он у нас 24 миллиметра и объем у него 3,5 миллилитра. Но мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть непосредственно на сам бачок. Так что давайте перейдем к нему. Внутри коробки нас встречает сам бачок. Я думаю, уже некоторые поняли, на что он похож. Потому что по факту CoilArt Mage это, так скажем, допиленный муншот. С муншотом у него сходство есть, но как по мне он лучше, чем муншот. Потом объясню почему. Также в комплекте у нас есть вейпбенд, запасное стекло. Комплект с орингами, винтами и разноцветными проставочками под стекло. И также есть вот такой вот ключик, о котором не говорится вот здесь вот. То есть здесь в описании он не указан. Ну и также такая визиточка, бирочка, инструкция к самому бачку. Давайте перейдем к рассмотрению уже конструктива самого бачка. Вот как у нас выглядит сам бачок. Здесь у нас гравировка Mage с названием бачка. На нижней стороне у нас написано Designed by CoilArt. Также Mage название бачка, сертификация. То, что его нельзя утилизировать и так далее. Здесь у нас вот такой вот позолоченный выступающий пин. Дизайн у бачка достаточно такой минималистичный и интересный. Также из-за того, что в комплекте у нас идут цветные проставочки под стекло, вы можете как-то его скомпоновать с вашим девайсом. Проставочки есть прозрачные, красные, синие и желтые, как установлены у меня. Давайте его разберем и посмотрим, из чего он состоит. Ну вот, из чего у нас состоит бачок. Это вот такая вот база аккуратненькая, с Velocity стойками, с отверстиями обдува. Здесь у меня уже установлен белдец. Стойки достаточно удобные. Отверстия, как вы видите, в стойках большие. Отверстия обдува расположены ниже, чем у Moonshot. Поэтому укладывать вату, устанавливать спирали здесь намного удобнее. Кольцо обдува это у нас не снимается. То есть дальше вы эту базу никак не разберете. Самое интересное, вот что. Когда вы нажимаете на базу, она немного, видите, шатается в стороны, пружинит. И даже вот таким вот образом она прокручивается. Но вы ее таким образом никак не открутите. Она просто крутится по кругу. Ну, соответственно, само стекло. Pyrox Glass. Я не знаю, встречаются ли сейчас бачки, которые делают стекла не из стекла Pyrox, а из обычного стекла. Купол под спирали с гравировочкой Coelart. С резьбами под верхнюю крышку. Также еще на нижней части этого купола есть вот такие вот углубления. Потом я объясню, зачем они нужны. Крышка с отверстиями под заправку. Как вы видите, заправочные отверстия очень большие, поэтому заправить этот бачок не составит, в принципе, вообще никаких проблем. И далериновый топкеп, дриптип, она же заправочная крышка. Также в эту вот крышку вы можете вставить свой любимый 510 дриптип. У меня его нет. Я 510 дриптипами не пользуюсь. Но если кто-то пользуется, наверное, для них это будет достаточно хорошей возможностью. Собственно, для чего же нужны вот эти вот отверстия, вот эти вот проточки? Если вы вот так вот попытаетесь как-то просто поставить купол и закрутить его, у вас ничего не выйдет. Эти отверстия, эти проточки нужно совместить с выступами, которые находятся рядом с воздуховодами. Вот в этом вот месте они располагаются. Вы находите вот эти вот отверстия, проточки, совмещаете их с таким же выступом на воздуховодах. И вот таким вот образом это все закручивается. Закручиваете, закручиваете, закручиваете до упора. И все, как бы ни база не крутится, ни этот купол у вас дальше прокручиваться не будет. В этом куполе также у нас есть проточки для подачи жидкости. Не скажу, что они прям какого-то огромного фантастического размера. Но на самом деле я с жижеподачей, с переливами в этом бачке никаких проблем не испытывал. Здесь это все достаточно хорошо реализовано. Давайте, наверное, я вам покажу, как я устанавливаю сюда вату. Так как у меня нет сейчас никаких плат, я буду это все дело парить и показывать вам на мехмоде Gitlow V1. Так как здесь у нас пин выпирающий, этот бачок позволяет его использовать на мехмодах. Сейчас прожгу спирали и покажу вам, как вкладывать сюда вату. Еще хотел показать вам вот какой момент. Вот, допустим, вы поставили ваши билды. Вот они у меня пораженные тут стоят. И вы, например, хотите немного отцентровать спирали. Вы вставляете вашу оправу в саму спираль. Вот вы ее вставили. Хотите отцентровать и наблюдаете вот такую ситуацию, что пытаясь отцентровать билд, вы начинаете немного ворочать саму базу. То есть вот, вставя отвертку в сам Койл, вы вообще можете провернуть базу вот так вот по кругу. Не скажу, что это самое удобное решение. Наверное, ребятам из Койл-Арт нужно было как-то зафиксировать эту базу, чтобы она стояла ровно, твердо, вообще никуда не двигалась, ни в какую сторону. Потому что на самом деле я из-за вот этого вот конструктивного момента испытал некие неудобства при установке спирали. Потому что, когда вы ее пытаетесь отцентровать, база ездит вам, нужно как-то ее придерживать, что-то с ней делать. Это не очень удобно. За это, ребятам из Койл-Арт небольшой минус. Собственно, как же устанавливать сюда вату? Способа я вижу два. Первый, вы просто устанавливаете вату в саму спираль и обрезаете ее примерно до такого уровня, чтобы в загнутом состоянии она уперлась вот в эти маленькие дырочки вот здесь. Также вы можете просто сразу же ничего не обрезать, просто вставили спирали, надеваете вот этот вот купол, протягиваете усы от хлопка вот сюда вот вверх, обрезаете вот посюда и укладываете. Наверное, я покажу вам первый способ, как я укладывал в этот бачок вату в первый раз и, в принципе, какой способ мне уже наиболее привычный и удобный. Никаких особо выделяющихся моментов, каких-то нюансов в укладке ваты в этом бачке нет. Как, например, в том же Zephyrus, в котором нужно было стричь вату под 45 градусов, оставлять вообще маленькие хвостики, иначе, если сделаешь что-то не так, у тебя начинались переливы, бак начинал ссаться, переливаться, вата не пропитывалась и было все очень плохо. Нет, здесь же все с этим бачком в порядке, и в установке ваты тут нет никаких нюансов. Ну вот, вы поставили хлопок уже в спиральке, и что же мы делаем теперь? Теперь мы смотрим, покуда примерно нам его нужно обрезать. Я обычно обрезаю где-то до уровня вот этого вот металлического кольца внизу, то есть вот где-то вот досюда. То есть вы берете и вот таким вот образом просто все обрезаете. Также можно немножко подровнять все это дело с боков, и в принципе срезать под 45 градусов, потому что ваты здесь особо много не надо. Я как-то так привык укладывать, и этот же способ покажу вам. Теперь смочим это все дело жидкостью, чтобы было удобнее укладывать. Ну вот, мы смочили ватку, и теперь просто подводим ее к этим отверстиям, которые я вам уже показывал. Вот таким вот образом просто опускаете все это дело вниз. Это нам нужно для того, чтобы мы смогли накрутить уже сам купол. Теперь берем наш купол, совмещаем отверстие с выступами на воздуховодах. Совместили отверстие и затягиваем. Все, закрутили, и теперь смотрим. У нас вот эти вот отверстия под подачу жидкости должны быть забиты ваткой, то есть вот здесь, вот в верхней части, у нас не должно быть никаких просветов. Давайте уложим туда ватку поплотнее, и я покажу вам, как это выглядит. Ну вот, как вы видите, вата у нас в этих отверстиях уложена плотно, никаких зазоров нету. Вот так вот это как-то все дело работает. Давайте соберем сам бачок, заправим его и поговорим о плюсах, минусах, посмотрим, как он валит и вообще решим, стоит ли его покупать или нет. Ну вот смотрите, друзья, мы немного заправили наш бачок. Как видите, отверстия большие, как я говорил, заправка не составляет никаких проблем, что туда без проблем влезают все пипетки. Поэтому к заправке у меня никаких претензий нет. А претензии у меня есть к чему? Видите, вот в этой вот части у нас есть резьба. Такая же резьба есть внутри вот этого галеринового топкэпа. Мы его закрутили. Выглядит все достаточно минималистично, никаких таких громоздких, окручивающихся заправочных крышек, никаких маленьких силиконовых затычек, которые можно очень быстро потерять. Но, что мне здесь не нравится, у этого топкэпа нет никакого хвата под откручивание. То есть, как бы здесь есть скос вот под губы, но если у вас эта крышка плотно закрутилась, как бы сейчас у меня он не особо мокрый, то есть крышка откручивается без проблем. Но если у вас бачок разогрелся, если же вы просто плотно закрутили крышку, друзья, вот из-за такой конструктивной особенности открутить ее достаточно проблемно. Друзья, как вы видите, бачок такой достаточно наваливающий. Но при учете, что у меня здесь стоит билд из двух юзат-клептонов, внутри две 0.4 жилы кантала и поверх 0.2 нихром. Билд не самый быстро греющийся, не самый такой прям убер-наваливающий, но, как вы видите, бачок реально валит. Теперь давайте скажу, наверное, о самом главном. Это о стоимости. Цена за остальную версию составляет 38 долларов 99 центов. За черную версию 40 долларов 99 центов. В принципе, это уже достаточно такой заезженный ценовой сегмент, такой стандартный ценовой сегмент для баков, для RDTA, которые сейчас выходят. Из плюсов мне нравится здесь внешний вид бачка, потому что, как вы видите, даже на мехмоде этот бачок смотрится достаточно так аккуратно. Также из плюсов, наверное, можно выделить его вместительность, потому что для такого размера 3,5 миллилитра это неплохо. А также к плюсам здесь можно отнести удобство установки ваты, потому что, как вы видели, никаких особо сложных моментов тут нет. Просто обрезаете, устанавливаете. Главное, чтобы у вас вот эти отверстия под подачу жидкости были плотно забиты ватой. На этом все, как бы больше никаких сложностей с установкой ваты тут нет. Теперь давайте пройдемся по минусам. Для меня одним из минусов является вот эта вот заправочная крышка. Во-первых, вы через эту крышку как бы парите, потому что она является также дриптипом, то есть вы постоянно касаетесь ее губами, и если вам нужно ее заправить, вы будете откручивать ее руками. На мой взгляд, по-моему, не особо гигиенично, если честно. И сама вот эта конструктивная особенность, вот это конструктивное решение, что у нас есть внешняя резьба на крышке с отверстиями под заправку, и у нас есть внутренняя резьба в заправочной крышке. Перед обзором, когда я пытался разобрать этот бачок, у меня эта крышка залипла. Мне, наверное, потребовалось минут, ну, 5 где-то, чтобы ее открутить, потому что она просто намертво там встала и не хотела никак откручиваться. Также на этой крышке, вот на ровной ее поверхности внизу, собирается жидкость, и она этой жидкостью просто склеивается с крышкой, в которой у нас отверстие заправки. Такая крышка не особо удобна, но, в принципе, с этим можно смириться. Второй минус для меня здесь – это установка спиралей. Не скажу, что она прям дико сложная, потому что воздуховоды здесь установлены низко, стойки здесь обычные, велосити четырехдырочные стойки, поэтому устанавливать спирали здесь удобно, но неудобство заключается в их центровке, как я вам уже показывал. То есть, когда вы вставляете отвертку в воздуховод, вы начинаете двигать вашу спираль, и база начинает также двигаться в том направлении, куда вы сталкиваете вашу спираль. Это не очень удобно, и это для меня второй минус. Мне этот бачок понравился, я его буду использовать, потому что штука действительно очень удобная. Если бы ребята из CoilArt доработали его немножко, сделали немного подлиннее пин, не делали его вот таким плавающим, что он плавает за счет надавливания на базу, если бы они зафиксировали базу, и она не прокручивалась, когда вы центруете ваши билды, и если бы они сделали немного более удобную заправочную крышку, это был бы вообще отличный баг. Но даже с этими небольшими недочетами он мне нравится, я буду его использовать, и, наверное, советую попробовать его вам. Конечно, я выражаю большую благодарность компании CoilArt, которые предоставили мне этот бачок, также предоставили вот эти вот испарители. Я испарителями пользоваться не буду, я, скорее всего, раздам их своим друзьям, у которых есть вот эти бачки. Но это хорошо, что появляются какие-то другие испарители от других компаний под уже полюбившиеся всем бачки, потому что мне кажется, что испарители под Саптанг здесь будут пользоваться большой популярностью, потому что они есть абсолютно на разных намотках, на разных типах проволоки. И это круто, потому что, как вы знаете, когда компания Кангер выпускает новый бачок, они придумывают какие-то под него свои испарители, которые потом хрен где достанешь, пока их не привезут в Россию. Уже в который раз я говорю, что мое мнение является чисто субъективным. Я лишь рассказываю вам о каких-то конструктивных особенностях, о своих ощущениях в использовании того или иного девайса. Выбор, покупать что-то или нет, остается только за вами, потому что бюджет у всех разный, потребности у всех разные, и поэтому только вы определяете, нужен вам этот девайс или нет. Я лишь пытаюсь как-то ввести вас в курс дела и дать какую-то общую характеристику. Ну что, друзья, сказать мне больше нечего. С вами был Skyward, всем пока. А если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Будет еще много всего интересного.